Сегодня под Новосибирском начали высаживать молодые сосны, которые впоследствии украсят парки и скверы мегаполисом. Всего специалисты гордиленхоза планируют высадить более 11 тысяч деревьев. Подробнее расскажет Дмитрий Антипов. Сейчас у меня в руках двухгодовалый сеянец сосны. Чтобы посадить такие в землю, используется нехитрый инструмент под названием меч Колесова. Используют его так. Втыкают в землю и немножко вводят из стороны в сторону, чтобы создать лунку. После чего туда закладывают сеянец. Важно следить, чтобы все корешки находились внутри лунки. И вонзают в землю меч в нескольких сантиметрах. И зажимают лунку. В отличие от посадки лопатой, так можно добиться того, чтобы в лунке не оставалось пузырей воздуха. Так сеянцы лучше приживаются. Ну что ж, осталось только вырастить сына и построить дом. Деревья сажают сотрудники Новосибирского гордиленхоза. Людмила Черникова только закончила аграрный университет. И это ее первый год работы в должности инженер лесовосстановления. Говорит, такая работа интереснее, чем разбор документов в кабинете. Училась 4 года. Сейчас еще в магистратуре учусь. И как только окончила, сразу устроилась работать по специальности. И первый у нас выезд как раз сейчас на лесовосстановление. Сеянцы для посадки закупили в одном из лесхозов области. Перед посадкой им нужно немного подрубить корни, чтобы они полностью помещались в лунке и корни не торчали наружу. Нормальный процент проживаемости 80 и более процентов. Если не произойдет никаких климатических проблем, не произойдет нашествие каких-то болезней, вредителей, то 80 и более процентов проживется и будет расти. Общая площадь, которую озеленят, порядка трех гектаров. Однако пока с этими деревьями можно будет работать, пересаживать их, вести санитарные рубки, должно пройти лет пять. Дмитрий Антипов, Александр Егоров. Новости ОТС.